Не просто парк, парк Победы. Почти 20 лет назад в нем построили Самарский дворец ветеранов. А еще раньше, в конце 90-х, здесь появилась красно-кирпичная мемориальная стена в память о куйбышевцах-самарцах, участниках того самого исторического первого Барада Победы в Москве 24 июня 1945. Всего 186 фамилий за каждой строчкой, человеческая жизнь, история человеческого подвига. А за моей спиной шесть отдельных плит. Это герои Великой Отечественной войны, чьими именами названы улицы советского района города Самары. Дмитрий Карбышев, Николай Гастелло, Ольга Санфирова, Михаил Сорокин, Александр Матросов и Иван Булкин. Совсем недавно стали известны еще семь фамилий уроженцев нашей области. Тех, кто в числе сводных полков победителей 75 лет назад тоже маршировал по Красной площади. Почтить их память и выразить дань уважения живым героям эпохи в Парк Победы, несмотря на дождь, пришли десятки самарцев. Великая Отечественная не только история большой страны, но и личная для каждого. У меня оба деда были на фронте. Один дошел до Победы, дожил, был ранен в грудь, а другой погиб в конституционном лагере. Сегодня, в годовщину Парада Победы 1945 года, я не могла быть в другом месте, именно вот здесь, в Парке Победы, вместе с ветеранами, вместе с коллегами, чтобы еще раз отдать память и тем людям, которые смогли добыть для нас мир. И, конечно, еще раз высказать слова восхищения людьми этого поколения. В армии меня, когда взяли, мне еще 17 лет не исполнилось. В 43-м году. Мотопехота, полимерчиком я был. Да, с танковым полимерчиком. Уроженец Похвестинского района Дмитрий Андреевич Полынкин воевал в Японии, Маньчжурии, служил и после войны. Был участником московских Парадов Победы. Ветераны – особые гости памятного мероприятия. Рад вас тоже приветствовать. Спасибо, что вы здесь сегодня. Участники войны, представители ветеранских организаций, самарцы вместе с главой региона Дмитрием Мазаровым и мэром города Еленой Лапушкиной возложили цветы к вечному огню у мемориальной стены. Губернатор поблагодарил собравшихся за уважение к великому поколению победителей и тружеников и выразил уверенность, что Самаре будет присвоено звание города трудовой доблести и славы. Мы преодолеем любые сложности, любые пандемии, любые другие угрозы. Нашим врагам не на что рассчитывать. В наших жилах течет кровь победителей. И я хочу сегодня, может быть не имея такой возможности 9 мая, всех вас от души сердечно поздравить с праздником Великой Победы. До тех пор, пока мы будем возлагать цветы и помнить своих героев, тогда и будет с нами жить наша замечательная память. Гордость и такие черты характера, национального характера, как честь, мужество, любовь к родине, будет с нами всегда. А значит и наша родина будет с вами процветать. Алена Власова, Алексей Вельмискин, Новости губернии. Историческая память – это память народа. И вот эта народная память, она необходима, ее нужно поддерживать, ее нужно защищать, о ней нужно рассказывать людям. Надо, чтобы мы поняли, что мы часть истории. Мы живем как будто сегодня, и прошлого для нас как будто нет. Но на самом деле это не так. Прошлое и настоящее, оно органично соединено вместе.